Петр I был первым во всем в реформах, внешней политике быту и его личной жизни. Государству он привил новые нравы и сам был впереди них. Его любовные похождения очень контрастируют с благопристойностью русских царей XVII века, ведь Петр, в отличие от них, знаменит обилием своих внебрачных связей. Токарь царя Алексей Нартов вспоминал, При всех трудах и заботах государственных, государь иногда любил побеседовать и с красавицей, но не более получаса. Император хоть и любил женский пол, но со страстью никакой женщине не прилеплялся и скоро утешал любовный пламя. Петр говорил, солдату утопать в роскоши не надлежит, забывать службу ради женщины непростительно, Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленником на войне. У неприятеля скорая может быть свобода, а у женщины оковы долговременные. Он употреблял ту, которая ему встретилась и нравилась, но всегда в согласии ее и без принуждения. Впрочем, имел такие молодецкие ухватки и так приятно умел обходиться женским полом, что редкая отказать бы ему могла. Такое поведение Петра необходимо рассматривать в историческом контексте. Для начала XVIII века наличие любовниц, причем открытое и временами демонстративное, это обычное явление в жизни европейских монархов. А Петр как раз активно внедрял европейские принципы в российскую действительность. Европейская общественность относилась к внебрачным увлечениям своих государей как к свидетельству доброго здоровья своего государя. Тем более, что он таким образом доказывал свою молодость и силу. В России при Петре мы можем увидеть похожие ситуации. Реального противодействия непристойному поведению императора не встречаем. Но даже со стороны церкви его сподвижники из соображений собственной выгоды терпимо относились к его забавам, тем более, что сами часто перенимали такой поведенческий паттерн. Если на Руси можно было венчаться не более трех раз, то с приходом Петра эти церковные предписания стали быстро обходить. Так закон запрещал князю Репнину вступать в четвертый бра. Но Петр разрешил завести ему любовницу. Недарав Щербатов именно с Петровской эпохи отчитывает начало порчи нравов в России. Если аристократия разделяла Петровскую свободу, то простой народ с осторожностью относился к увлечениям Петра. Крестьянин Данила Кузьмин говорил, «Царь наш Петр Алексеевич скоро свою царицу постриг, а живет блудно с немками. Куда не поедет, немок с собой берет». Интересно, что за некоторые слова чести государевой отрезали языки, но не за разговоры о любовных похождениях. Возможно, Петр стремился смягчить представление о своем любострасти. В отличие от европейских монархов, где свободное обращение было частью придворного ритуала, в Петре сочетались старые русские и новые европейские нравы. Итак, в жизни первого императора было много мимолетных увлечений, которых даже не смогли зафиксировать историки. Официально у Петра было две жены и пять наиболее известных любовниц. Давайте посмотрим, кем же были его женщины. Первой женой стала Евдокия Лопухина. Инициатива брака исходила от матери Натальи Нарышкиной, которая решила женить будущего императора, когда ему было 16 лет. Дело в том, что женевшись, Петр повышал свой статус, ведь в те времена юноша признавался абсолютно взрослым только после женитьбы. Нарышкина надеялась таким образом ослабить регенство царевины Софии и укрепить позиции сына у власти. Царица Наталья сама подыскала ему красавицу Евдокию Лопухину, как вспоминает современник принцессу лицом изрядную, токма ума посредственного и нравом нисходного своему супругу. Любовь между ними была изрядной, но продолжалась разве что год. На самом деле, любовь прошла раньше. Уже через месяц после свадьбы Петр отправляется на Переславское озеро, чтобы строить корабли, хотя Евдокия продолжала любить ветреного мужа. В 1689 году она пишет ему письма. Подписывается сердечно «Женишка твоя, Дунька!» Царь на письма не отвечает. Слухи о неверности мужа до царицы, конечно, доходили мгновенно, но она закрывала на это глаза, находя покой в детях. Евдокия родила царю двух сыновей. Александра, который скончался в младенчестве, Алексей будет приговорен к смерти, когда ему будет 28 лет. Император быстро охладел к жене. Через несколько лет велел постричь ее в монахине. Евдокию сослали в монастырь, и таким образом царь вычеркнул ее из своей жизни, лишив ее всех финансовых благ. Ее кормили родственники. Она им писала «Здесь ведь ничего нет, все гнилое. Хоть я вам прискучила, да что же делать, пока меж жива. Пожалуйста, поите, докормите, додевайте нищую». При этом Петр следил, чтобы в монастыре у нее не было любовных связей. Евдокии удалось вернуться к царскому двору ненадолго уже после смерти супруга. В 1727 году, когда на троне окажется ее внук, сын умершего царевича Алексея. После смерти Петра II в 30-м году возник вопрос о том, кто станет его наследником, а Евдокия упоминалась в качестве кандидатур. Существует свидетельство, что Евдокии и Федоровне предлагали престол, но она отказалась. Передала все полномочия членам Верховного тайного совета. Вторая супруга Петра I, Марта Самуиловна Скавронская, была из небогатой лифлянской семьи, сменившая позже имя и отчество на Екатерину Алексеевну. Она сначала стала любовницей царя, но затем уже женой. При этом Екатерина Алексеевна ранее была замечена в любовных отношениях с Федмаршалом, с Шереметьевым, а также с князем Меньшиком, который по просьбе царя уступил ее ему. Екатерина стала незаменимой спутницей русского государя, настоящей боевой подругой. Она сопровождала его в военных походах, в поездках за границу. Была невероятно обаятельной женщиной. По воспоминаниям современников, она имеет приятную полноту, цвет лица ее весьма бел, с примесью природного, несколько яркого румянца. Глаза у нее черные, маленькие, волосы такого же цвета, длинные и густые. Выражение лица приятное. Басевич писал о том, что у нее был магический голос. Звуки голоса Катерины успокаивали Петра. Потом она сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие. Он засыпал на несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Царь часто брал Екатерину с собой в путешествия. И она без труда переносила тяготы походной жизни, даже будучи беременной. Кстати, родила она, по некоторым сведениям, 8 или 10 детей. Однажды, когда русское войско попало в окружение, Екатерина наотрез отказалась покидать императора и удаляться в безопасное место. Как известно, царю фаворитки часто надоедали, но с Екатерины вышло совсем иначе. Письма Петра к ней красноречиво показывают, как росла его привязанность и уважение. Петр женился на Екатерине в 1712 году. Молодожены венчались в маленькой часовне князя Меньшикова. Выбор российского монарха в народе бурно обсуждали. Екатерину не признала придворная знать. А иностранцы, которые внимательно следили за русским двором, отмечали привязанность царя к супруге. Басевич писал про их отношения в 1721 году. Он, царь, любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемоний или праздника, при котором бы она не являлась. Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интрижками Августа. Но зато и он, рассказывая ей о них, всегда оканчивал словами. Никто не может сравниться с тобой. Последние годы император стал болеть. Царица же была еще полна сил и страсти, ведь она была на 12 лет моложе императора. В ее окружении появился Вилли Монс, который был братом когда-то первой любовницы Петра Первого, Анны Монс. Тогда у Екатерины и Вилли закрутился роман. Император всероссийский казнил соперника и лично принес жене на подносе отрубленную голову ее любовника. Екатерина попала в опалу мужа. Она лишилась содержания, он запретил слугам принимать от нее приказы и полностью лишил своего расположения. Однако царица была до последнего с мужем и умер он у нее на руках. Впрочем, Петр и перед смертью был еще на нее зол и официально не произнес слов о передаче титула супруге. Но она стала русской императрицей благодаря Меньшикову и гвардии в 1725 году. Правила недолго, да и не самостоятельно. Ей в помощь создали Верховный Тайный Совет. Непрерывные балы, застолья и кутежи подорвали ее здоровье. Поэтому умерла Екатерина Первая всего в 42 года. Другой знаменитой любовницей Петра Первого была Анна Монс. Их познакомил близкий друг Петра в немецкой слободе. Одни говорили, что она была умна, а другие, что была весьма посредственно. Когда Петр вернулся из Великого посольства, он сразу поехал к Анне. И только через три дня Петр встретился с Евдокией, чтобы убедить ее развестись и уйти в монастырь. Когда первая жена коротала дни в нищете в монастыре, Петр баловал свою пассию подарками. Построил Анне двухэтажный каменный дом-палаццо. Назначил ей ежегодное пособие в 708 рублей. Это огромные деньги для того времени. А также подарил ей свой портрет, усыпанный драгонценными камнями. Ну и Дудинскую волость в Козильском уезде. С Анной монаст Петр Алексеевич общался более 10 лет и, возможно, не бросил бы ее, если бы Анна не завела себе любовника. В вещах утонувшего саксонского посланника Кениксона обнаружены были любовные письма от Анны и ее медальон. Петр, узнав об измене, сказал, чтобы любить царя надлежало иметь царя в голове. И верил запереть Анну под домашний арест. Прусский посланник попытался выручить Анну Ивановну из-под ареста, чтобы жениться на ней. Царь ответил посланнику, что воспитывал девицу Монс для себя и искренне был намерен на ней жениться. Затем слуги государя спустили посла с лестницы. В 1711 году все-таки пострадавшему возлюбленному удалось жениться на Анне Монс, которую почему-то тянуло на посланников, когда в ее распоряжении был настоящий царь. Но через полгода он умер. Отставная фаворитка Петра еще раз собралась замуж за пленного шведского капитана, но скончалась от чахотки. Мария Даниловна Гамильтон и Авдотья Чернышева. Бывало так, что император встречался одновременно с двумя женщинами. Мария Гамильтон стремительно влюбила в себя государя и также стремительно ему надоело. Поэтому он совмещал ее не только с женой, но и с любовницей Авдотьей Ивановной Чернышевой. Сойдясь с Гамильтон, Петр уже сделал карьеру успешного царя и непонятно, любила она его искренне или просто хотела присоединиться к успеху. Мудрая Екатерина I приближала к себе любовниц мужа, чтобы контролировать их отношения. Марии она сделала предложение стать камер фрейлиной и осыпала милостями. Более того, по некоторым сведениям Мария задушила младенца, который, возможно, мог быть ребенком царя. Когда Петр узнал о всех махинациях юной девицы, он приказал ее казнить. В день казни царь сам зашел на эшафот, поднял отрубленную голову любовницы и поцеловал в мертвые уста. После этого голову заспиртовали и долго хранили в подвалах Академии наук. Позже ее отправили в кунцкамеру. К ней присоединилась голова Вильяма Монса – Мария Румянцева. На одном из увеселительных мероприятий Петр I заметил 19-летнюю красавицу Марии Матвееву. Он был старше ее на 27 лет, окруженный многочисленными любовницами. К Марии он питал особенные глубокие чувства, отмечали тогда современники. Император ее сильно ревновал и решил выдать замуж. Но на определенных условиях ее супругом должен был стать генерал-адъютант императора Андрей Румянцев. Петр объяснил, что он ему дарит многочисленные деревни, дом в Петербурге, большой участок земли в пригороде и продвижение по службе взамен на то, что Румянцев будет жестко контролировать поведение жены. За три года после свадьбы Мария родила Румянцеву троих дочерей. В 1724 году ее супруг был направлен чрезвычайным послом в Константинополь, а Мария с дочерьми осталась в Москве. Тогда она родила сына и, по некоторым сведениям, это, возможно, был сын Петра I. Тем более, что он тоже был назван Петром. Последней любовью императора была сестра известного поэта Антиоха Кантемира. Отец молдавский государь дал дочери великолепное домашнее образование. Она знала латынь, древнегреческие и итальянские языки, основы математики, риторики, философии. И, конечно, государь не мог упустить такое сокровище. Забеременев, Мария Дмитриевна питала чистолюбивые иллюзии. Она надеялась подарить царю-наследника, что не получилось у Екатерины. Но ребенок умер при родах. Отношения между любовниками резко охладели, но вспыхнули в 1724 году, когда Петр обиделся на жену. А через год Петр умер. Замуж Мария Кантемир так никогда и не вышла. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какая из любовных историй Петра вам понравилась больше всего. Ну и, пожалуйста, подпишитесь на канал. У нас здесь будет много интересных историй.